Здравствуйте! Как развить творческий потенциал в молодости? Чему учат на мастер-классах в формате творческой лаборатории? Об этом говорим в нашей студии Дмитрий Тихонов, начальник отдела реализации проектов и организации культурно-массовых мероприятий Самарского дома молодежи, и Александр Пензин, первый раз у нас в программе, лауреат фестиваля студенческого творчества «Веснушка». Ну давайте с «Веснушки» и начнем. Что это за фестиваль? Слышали мы о нем с таким ярким красивым названием? И держится, да, уже долго? Конечно, держится. Все, я думаю, об нем уже слышали, потому что более 10 лет фестиваль существует на нашей Самарской земле. Это, если можно так сказать, младший брат фестиваля «Студенческая весна», который тоже когда-то давным-давно зародился на нашей Самарской земле. И в этом году «Веснушке» уже будет 15 лет. 15-й фестиваль по счету. Да, юбилейный, в общем-то, такой фестиваль. Скажите, по численности сколько студентов принимает приблизительно, чтобы мы понимали масштаб «Веснушки»? Давайте будем опираться на прошлый год. Попробовали примерно подсчитать, ну как количество участников, так и количество зрителей, которые приходят посмотреть на творческие работы студентов колледжей. Получилось что-то около 8 тысяч. В общем. Понятно. Но это для студентов СУЗов все-таки, да, получается? Этот конкурс, да, он специализируется как раз для специальных учебных заведений, но на него приходят посмотреть и студенты из высших учебных организаций. Посмотреть можно, участвовать нельзя. Конечно, для него уже немножечко просто возрастной цен. Следовательно, Александр, вы студент СУЗа. Какого? Самарского энергетического колледжа. Так, ну серьезная такая специальность, прямо скажем. А почему вы в творчество пошли? Ну, как-то с детства пошло. С детства уже? Не только пришли в колледж и начали творить? Да, ну, с класса, наверное, 6-го. Вообще прям плотно начал заниматься с 9-го. А что случилось в 6-м классе? Что произошло? Ну, с роста родители решили, типа, отдать куда-то. И куда отдали? Пора творчеством заниматься отдали. Ну, сначала на какие-то танцульки такие. Я не особо не любитель. А потом в классе в 9-м уже меня познакомили с КВН. И там, да, пошло-поехало, как говорится. А КВН был у вас где? В школе. В школе? В школе, да. Сейчас же есть отделение в школах, да? Сейчас есть очень много отделений. Для школьников отдельно, для студентов среднеспециальных отдельно, для высших учебных заведений отдельно, и там уже дальше, 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 даже для трудовой молодежи сейчас. Ну, все мы знаем на примере КВНщиков, как они продвигаются, развиваются, и кем они становятся, да? Поэтому такая перспективная, прямо скажем, отрасль. Какие у вас успехи в КВН? Ну, для меня успех — это быть на сцене просто. Каждый раз выступаете? Да. А сами пишете что-то, вот какие-то там? Конечно, да, шутки, все пишем. Все, что можем, все напишем. Вы имеете в виду сейчас конкретно ситуацию? Да, 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 да. А сейчас? Лично, да. Вот у вас там какая роль? Как исполнитель или все-таки что-то придумать можете? Конечно, могу. Ну, например, так вы вот какую-нибудь шутку вспомните? А, прямо сейчас шутку свою, да? Ну, у меня фирменная шутка, над которой никто не смеется. Это опытный пианист достанет сразу всю мелочь из кармана. Да, действительно, тут надо сначала подумать, где смеяться, да, потом проанализировать и уже понять. Понятно, что вообще задача основная веснушек, если рассмотреть в такой, ну, вот в развернутом виде, что развивается у студентов, какие качества? Мы буквально 10-го вот только что в феврале провели творческую лабораторию, мастер-классы, там как раз об этом и говорили. И прозвучала мысль такая о том, что веснушка, несмотря на свою привязанность к творчеству и в названии, и в принципе там положение, все, она направлена сразу на все среды взаимодействия с молодежью. То есть, помимо творчества, это и пропаганда здорового образа жизни, и профилактика правонарушений и так далее и тому подобное. То есть, ну, как бы, это очень важное, получается, мероприятие в сфере молодежной политики, которое объединяет в себе много-много-много всего. И, соответственно, поэтому к ней и подготовка заранее так начинается, и вот концерты начнутся только через месяц, еще где-то с 10 марта, а ребята готовятся уже там с декабря кто-то, да, мы, соответственно, вместе с ними. То есть, это какой-то круглогодичный цикл, который не завершается. Такое увлечение, можно сказать, даже постоянное, да, вот если уж попали в веснушку, то все время как-то вот... Вот с 2014 года организация веснушки занимается Самарский дом молодежи, мы видим вот такую тенденцию, что примерно одни и те же люди, вот с первого курса попавшие до самого выпуска и даже закончив, уже остаются в этой среде. Это очень хороший показатель, на самом деле, вот если остается, да, кто приходит, это говорит о том, что это востребовано правильно и кто-то дает. Да, 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 соглашусь, и помимо этого бонусом те, кто остаются, они как раз отвечают за преемственность. Они почему остаются? Не только потому, что они приросли к сцене, они учат новичков как ее любить так, как они любили, но по-своему. Понятно. И, конечно же, остаются все равно как минимум зрителями, потом приходят уже выпускники учебного заведения, и также смотреть на концерты, на какие-то почетные места. Александр, как давно вы появились в веснушке? С первого. С первого уже, это сколько лет? Ну, уже пятый год. Уже пятый год участвуете? Да. Так, а с чем? Кроме КВН, там же не только КВН, наверное, вы. А что там еще? Ну, сценарные, то есть сам сюжет концерта, проходки это называется. Ну, общий сюжет концерта в Сузе, допустим, в одном. Ну, берут какую-то тему. И вы с радостью проходите по сцене. И мы ее... Так как вам нравится быть на сцене. Да, ну, КВНы, стемы, всякие смешные видео, музыкальные композиции какие-нибудь. То есть вы еще и поете, получается? Ну, не пою, но... Но танцую. И не пою, и не танцую, но... Не пою, и не танцую, но вроде как пою. Так, я слышала, что у вас вы пробовали себя как клоун еще. Это что? Откуда? Вот как... Мне всегда интересно, как приходит вот эта вот мысль, что попробовать бы как клоуна из себя изобразить на начальном этапе? Да, я даже не знаю. Как это произошло у вас? Для меня открыл этот жанр один человек, Коля Дорофеев, вот. Он попросил, типа, а почему ты не сделаешь клоунад? У тебя же, ну, там, гримаса вроде классная. Я думаю, ну, посмотрю там в интернете что-нибудь как-нибудь узнаю. И понравилось. Вот. Он мне дал материал, выучил, показал. Всем понравилось. И мне понравилось. Сейчас клоуны, есть такое движение, когда они выступают в больницах перед больными детьми, еще где-то. Вы себя вот в этом качестве не пробовали пока? Нет. Нет? И не было и ни мысли, ни желания, да? Потому что есть такие группы, которые приезжают в больницу прямо по своей инициативе и развлекают, отвлекают детей от болезни. У нас, я думаю, у нас нет как таковой группы клоунов в колледже. Но, я думаю, стоит попробовать это. Да, там, волонтеры. Я даже могу предложить. Дело в том, что не так давно мы обучили порядка ста волонтеров культуры. И как раз одним из направлений по обучению была больничная клоунада. Евгений Сердечкин давал мастер-класс, рассказывал, как правильно приходить к детям, как, с чего начинать общение, как их заставить улыбаться. Это, собственно, то, для чего они это делают. И вот здесь как раз вот та грань проходит между клоуном в обычном понимании и клоунадой, которую показывают, ну, в том числе студенты. И, собственно, с ней они поехали. Но разная она в чем? Вот вы говорите, как человек приходит к тому, что заставил быть, попробовать себя клоуном. Потому что есть веселый человек с красным носом и большими ботинками. И этот образ устоялся. Но один из величайших клоунов в нашей истории, наш соотечественник Слава Полунин, очень долго борется с словом этого стереотипа. Его работы как раз и то самое «Снежное шоу», и все его работы в «Дюстали», они тому подтверждение, что многие из них выбивают слезы и грусть. Достигают глубины, да? Да, да, а не смех. Если ребята захотят попробовать себя в чем-то новом, а я думаю, когда-нибудь все захотят себя в чем-то новом попробовать, конечно же, им есть куда развиться в качестве клоунов. Но в данный момент их не самая веселая клоунада затронула сердца, как говорится, жюри нашего. И в прошедшем году, в 19-м году... У вас уже все мысли про этот год. Они как раз с этой клоунадой в числе делегации Самарской области, которая состоит из студентов вузов вообще-то, как бы в основном, вот их номер, их клоунада поехала на российскую студию весну. Александр, вы за пределы нашей области выезжали? Нет. А Добровольский? Добровольский? А Таврида? Да. А, Таврида. Только что вы поделились. Ну, это форум был, там нас обучали. А чему? Вот чему учат, чему можно научиться? Вот из таких практических соображений, что можно приобрести, да, для себя, для своего будущего, чему научиться? Ну, знание взрослых людей. Это вот если распространить, это что значит знание взрослых людей? Опыт, какие-то ошибки, просто мелкие косячки, которые не стоит делать, ну, в игре. Только в игре или в жизни тоже? В жизни тоже, да, в жизни тоже. Ну, да, они знают, что они делают, поэтому они, собственно говоря, и учат. Вот я съездил на Тавриду эту, да, я многое понял. Все. Понятно. Если говорить о мастер-классах и продолжить такую вот практическую тему, применение навыков каких-то, да, вот чему можно научиться на мастер-классах, тут вот такое замысловатое еще название, в творческой лаборатории. Что это за, чья это инициатива? Что это такое, чтобы нам представлять? Наши инициативы, так как все-таки 15 лет, хочется что-то новое вносить, мы и так стараемся из года в год что-то новое привносить. Это либо какое-то расширение, там, в положение, больше обхват жанров, там, количество участников, которые мы там хотим видеть. Здесь, проведя, как бы, работу над ошибками, в принципе, просто посмотрев на результаты прошлогодних концертов, мы поняли, что разница всего лишь в них заключается в том, что разный уровень подготовки. А он связан с разным уровнем знаний. И у одних колледжей почему-то, ну вот, как, например, возьмем, да, для примера, энергетический колледж, да, у них это все происходит в таком современном, интересном формате, как будто бы спектакль, да, и они не единственные такие. То есть, это Самарский государственный колледж технологий дизайна, Поволжский государственный колледж, много-много-много кто еще делают что-то такое вот интересное. То есть, ты приходишь, ты видишь спектакль, который обрамляется номерами творческими, которые непосредственно и оцениваются. А куда ты приезжаешь, вроде бы, казалось, не так далеко, а там тебе песня года 98, два ведущих с папочками, и, а следующий номер мы бы с вами сейчас... И вот так это происходит. И, соответственно, это связано с тем, что по-разному ведется работа в колледже. Где-то есть возможность нанять педагога по вокалу, там, или по танцам, по хореографии. Вот Николай Дрофеев, это непосредственно их режиссер, как бы штатный сотрудник, который развивает творчество в колледже. А у кого-то нет этого, и все это падает на плечи одного педагога-организатора или заместителя в воспитательной работе, и он в силу того, что еще чем-то занят, просто не может в должное время уделить там мониторингу, там, ну, как бы это сейчас ни звучало, там, трендовых каких-то искусств. То, что вот модно, то, что популярно, то, что нравится молодежи. Ведь если нравится, вот как он сказал, не понравилось, и он пошел на сцену, сделал хорошо. Если человеку нравится, он сделает круто. Если ему не нравится, если ему педагогу говорит, вот надо сейчас там буфонаду какую-то отыграть, такой немножечко отмирающий жанр, популярный в 90-х, опять-таки, то он не поймет, что от него требуется, но сделает так, как он уважает педагога, сделает, что он его попросил, ну, а уже потом жюри говорит, ну, здесь что-то было не так, здесь было не так. И мы решили провести не просто какие-то мастер-классы, а собрать их максимально в одном месте и провести серию интенсивов, которые шли в параллель и меняются между собой по самым важным направлениям актерское мастерство, музыкальное направление, танцевальное направление. Я также рассказал непосредственно педагогам, как раз организаторам, вот это все про организацию концерта, на что стоит обратить внимание, то есть вот от начального этапа подготовки до, собственно, подведения итогов после самого концерта, как надо реагировать на те слова жюри, а иногда, ну, не достаточно, собрать мне мой сегодняшний собеседник, реакция на слова жюри бывает разная. Тут тоже еще важно, как донести. Да, 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 и, наверное, нужно учить даже правильно реагировать, да, даже вот когда мы смотрим шоу, большие на федеральных каналах, и когда молодые люди не умеют отвечать и реагировать правильно на критику, да, и вот действительно этому нужно учить. Но я хочу сказать, что вы вообще молодцы в тренде, потому что сегодня интенсивы — это очень популярно, этим еще мало кто занимается, но вот правильно вы выбрали такую и тактику, и стратегию, что вот интенсивно в короткое время, ну, так вот прямо таким потоком давать. Я не знаю, могу ли я про это говорить сейчас по телевизору, но если бы у нас было чуть-чуть, ну, не чуть-чуть, если бы у нас было гораздо больше финансов, мы бы сделали этот интенсив, знаете, такой несколько дневный даже. Вот так два-три дня было бы прям вот супер. И если мы сейчас... Даже там шутка была у квенщиков на... По итогам интенсива, в чем еще был результат классный, они должны были совместными усилиями поставить небольшой концерт, совместными своими усилиями, то есть уже мастера отошли в сторону и такие, ну, давайте, мы вам... Проверка такая. Да, и они вот буквально за там полтора-два часа сработали концерт, и там квенщики как раз озвучили такую фразу. Смотрите, что мы сделали за полтора часа, представьте, что будет, когда у нас будет полтора месяца. Вот то же самое могу сказать. Было бы у нас вот три дня на это, был бы еще больше результат. Сейчас мы сделали вот это, как пробный такой вариант, и вот этот первый блин не комом, я надеюсь. Да, так у вас преподаватели какие серьезные. По танцам, да, вот наш известный танцор. Чемпион мира по бренданцу, Александр Ильич. Как вы смогли привлечь такую команду преподавателей, и они согласились и поработали? Личные связи и шантаж творят чудеса. На самом деле мы с ними давно дружим. Если вот говорить про каждого из них, Никита Коваленко читал, не читал, просто, что проводил мастер-класс по КВН, я, ну не бывает, наверное, да, в прошлом КВН-щиков. Мы все вот КВН-щики, мы как-то в одной каше варимся. Непосредственно, то есть с Никитой когда-то на одних площадках уступали со Степченко, с Санычем, мы один вуз заканчивали, у нас разница там буквально в два года. И мы активно участвовали в своих студвестных тогда. Игорь Кузнецов, давнишний член жюри и в фестивале «Веснушка», можно так сказать, корифей, несмотря на достаточно молодой возраст тоже. Вот. Они отнеслись очень так с энтузиазмом к этому. Потому что... Как хорошо, да. В один день соберите всех. Им же самим интересно смотреть потом на хорошие номера, и они делают все возможное для того, чтобы самим опять-таки не было скучно. Ну и вообще, насколько бы они не были сами молодыми, все равно поколение, которое чуть помладше, оно тоже может чему-то научить. Это же тоже нужно не упускать. Александр, чему вы учитесь? И в этом году у вас какие планы? Где будете участвовать? В «Веснушке» или пойдете куда-то дальше, больше? В «Веснушке» само собой. Так. А что в этом году будет за конкурс, программ? Как все это выглядит? Как вы готовитесь сегодня? Как мы готовимся? Ну, сидим, пишем. Это строгое правило, что нужно сидеть и писать. Всегда. Вот как в КВН, да? И в КВН, и везде. А писать для чего-то другого еще что можно? Ну, писать. Ну, наверное, сейчас идет процесс написания сценария. Как раз вот, как я уже упомянул, они делают не просто конферансы, да, вот не просто какие-то проходки, а это прям театрализованная постановка. Да, и сейчас как раз тот период, когда закладываются вот в колледжах сюжеты, идеи. И мы им как раз на мастер-классах дали понимание, что концерт начинается с идей. И каково будет ее воплощение, такой будет и реакция на этот концерт. А вот уже написали, проработали идею концерта вашего? Какая? Маленький принц. Маленький принц? Да. Вы не маленький принц? Я не. Ничего исполнителя. Я не маленький принц. Это глубокая тема, туда можно очень много интересного вместить. Вместить, да. Вот вы сказали, что для вас сцена – это самое большое достижение, и такое удовольствие, я так поняла. А как вы вообще готовитесь к выходу на сцену? У вас есть какие-то уже какие-то методики свои или что? Или это просто? Ну, нет. Методик нет. Нужно просто показать, выйти в свою душу. А как вы во время выступления, у вас получается реагировать на зал? Там смеются ли? Или тишина? Или никто не хлопает? И вы там думаете, вот это да, я тут думал, писал, писал. Шутку полдня. На меня никто не реагирует. Как это происходит? Или там вообще отключаетесь? Эту шутку надо до конца в любом случае добить. Ну, неважно, зал засмеется или нет. Все-таки сама суть концерта, то есть, ну, типа, контекст шутки должен быть рассказан и понятен. Неважно, да, зал засмеялся или нет. Нужно до конца всегда. Серьезный подход, серьезный. У вас есть кумир из этой вот команды, большой, вот есть вообще говорить, КВН? Большой КВН? Кто-то у вас, да? Ну, у меня Камазяки. Кто? Камазяки, команда КВН. А лично кто-то вот прям вот нравится-нравится? Лично нравится. Мне нравится мой куратор, который меня, собственно говоря, и... Ну, сначала, вот еще в школе у меня был куратор-психоз Евгеньевич Мандаренко. Да, он меня многому научил. Ну, и правда, если бы не он, я бы ни здесь не сидел, никуда бы не ездил, на сцене бы не бывал. Для меня кумиры – это люди, которые меня учат. Вот это психоз Евгеньевич и Николай Дорофеев. А в будущем, Александр, вот вы планируете все-таки по своей специальности основной, на которой сейчас учитесь, дальше идти по жизненному пути? Или в творческом будете в плане развиваться и уже реализовывать там себя? Ну, мне по линии жизни нагадали, что в 35 лет я начну зарабатывать на своем хобби, поэтому я не буду для себя как-то выделять. Либо я сейчас занимаюсь творчеством, либо основной профессией. Ну, как пойдет. Ну, все-таки у вас ориентир, да, вот как вот не смешно, вроде нагадали, но кажется, что надо это развивать, и может быть, да, и получится. Серьезно и надолго, и в больших таких масштабах, чего мы вам и желаем. О Доме молодежи еще хотелось бы. Что может Дом молодежи чем помочь? Вот развитие креатива, творчества. Что там есть сегодня? Что вы объединяете, аккумулируете, кого ждете? Ты вот так вот вроде думаешь, ну, маленькое, скромное учреждение, муниципальное. А начинаешь копаться в тех сферах, которые мы как раз вот охватываем, в тех сферах, в которых мы стараемся, чтобы развивалась молодежь. И получается, мы очень много на себе аккумулируем. Уже неоднократно здесь и в этой студии тоже было сказано, что наши верные помощники, те люди, без которых мы никуда, и которые помогают нам нести и творчество, и культуру, и спорт массы, это как раз волонтеры, да, Самарский городской волонтерский центр на нашей базе. А кто вот помогает? Такие серьезные уже и руководители, и помощники, департаменты? Ну вот я как раз к этому плавно хочу перевести. То есть начинается все, в любом случае работа с молодежью должна начинаться вот как раз с молодежи. Да, мы на их инициативы опираемся, и уже потом их, как сказать, желания, хотелки облекаем в какие-то проекты, в положения, и несем их уже в наши департаменты. То есть департаменты, я говорю, почему в множественном числе, несмотря на то, что у нас непосредственно кто за культуру, вот всю эту молодежную политику отвечает, департамент культуры и молодежной политики, мы плотно сотрудничаем с департаментом образования и с департаментом общественной безопасности про действия коррупции. Потому что это как раз вот наш способ взаимодействовать в рамках, вот опять, профилактики, здорового образа жизни. Мы стараемся проводить мероприятия для колледжей, и непосредственно... Да, я помню ваш опыт, когда сами ученики рассказывают о своем опыте, играют его в игровой форме, и потом уже это распространяется. Вот что касается департамента культуры и молодежной политики, чем конкретно, вот как вы с ними взаимодействуете? Ну, непосредственно, то есть они осматривают все документы с юридической точки зрения, да, они же принимают решения там о финансировании того или иного проекта. То есть без них как бы никуда, без них как без рук. Безопасность — это вот в плане того, что вы... Вот последний департамент вы назвали. Департамент общественной безопасности. Мы вот развивали перед Новым годом непосредственно проект, посвященный экстремизму, делали квест. И также есть театральный проект «Жизнетеатр», который как раз вот на профилактику наркомании. И приходят специалисты из вот департамента общественной безопасности, они говорят, это тот как раз формат, которого не хватало города, в котором должна вестись работа. И еще какой-то третий вы называли. Просто мне интересно забраться к механизму. Наш департамент культуры, молодежной политики, департамент образования, потому что мы еще и в школах стараемся тоже проводить. Это много тренингов юридических, психологических. Это и те же самые правовые какие-то турниры. Это тот же самый «Жизнетеатр» он и в школах проводится. Вот ваш плюс очень большой, что вы в разных направлениях. Не просто вот там фестиваль веснушки, там ха-ха-ха, смешно, весело, все играют и поют. А вот с разных точек зрения, если посмотрите, это становится серьезным. Что очень характерно для Александра. У нас остается буквально одна минута. Я хочу, Саша, чтобы вы посоветовали начинающим, творческим, молодым людям, вот кто пока думает, ну зачем я пойду в эту там веснушку или еще куда-то. Вот что, как себя сориентировать на творчество и креатив? Куда лучше податься. Да, и как понять или вот разобраться и настроить себя вот на это, на творчество. Попробовать все. Это в первую очередь. Согласен. Учиться на ошибках в любом случае всегда надо. И, ну, не просто не завершать свое дело. Если какая-то ошибка, хорошо, это ошибка. Ты же не умер. Все. Так, как-то вы ко всему очень вдумчиво и серьезно относитесь. Не завершать вот это ключевое, наверное, да, вот не бояться каких-то мелких там побед. А если уж взялся, то пробовать, пробовать идти дальше. И буквально вот последний ваш анонс. Ближайшие мероприятия, может быть, даже веснушки, где, когда будут проходить, чтобы зрителей привлечь. 13 февраля будет жеребьевка непосредственно. Мы поймем, кто будет начинать наш фестиваль. Первый концерт запланирован пока что на 10 марта. То есть с 10 марта у нас начнется активное наше катание по колледжам, активная оценка их работы и уже, соответственно, подготовка к галоконцерту, который будет в апреле. 15, по-моему, апреля в АДО. Приглашаем вас. Да, основные мероприятия уже весной. Ну, на то она и веснушка. Спасибо большое за то, что вы делаете, чем занимаетесь. И распространяете вот этот интерес на всех остальных заинтересованных, молодых и не очень людей. Спасибо еще раз. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»